Доброе утро, Карелия. Третье наше утро. Геннадий собирается за живцом. А мы сейчас будем завтракать. Мы уже проснулись, отбили кантики на кроватях. Ой, это вы не видели. Это не моя кровать. Вот моя кровать. Нормальная, заправленная. Вот так вот у нас все тут происходит. Сейчас пойдем ловить на Онегу рыбу. Сначала пойдем ловить, пойдем ловить сначала окуня, живца. Потом пойдем на Онегу. Но еще у нас стоят жерлицы на Муромском озере. Тоже их пойдем проверять. Сейчас мы хотим слетать проверить жерлицы, есть ли сработки какие-то, стоит ли туда ехать. Технологии 21 века позволяют нам это делать. Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует... Чтyle. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 на сегодня крайне сейчас ее будет доставать мишка все вытягивать таки как папа засекай есть что-то небольшое что-то есть вот это наш хрумка кстати да он был не с подрезанным хвостом и видать сам размотал уже лиц и флажок поэтому хвостики у крупных живцов я подстригаю вот так вот можно чуть-чуть чтобы он кровил тогда хищнику будет еще более привлекательно такая рыба окунь на самом деле живет где-то сутки с подрезанным хвостиком не сильно подрезанных чуть-чуть кровь выступала вот он тогда не может он не может сорвать флажок у жерлицы и получается что постоянно приманивает на щуку кровью и своим поведением и ведет себя как действительно раненая рыбешка то что не может с таким хвостом плавать полноценно вот и становится очень привлекательным для хищника ну в общем вот так вот сейчас мы сейчас мы соберем жерлицы и поедем ловить живца и уйдем на него будем сегодня ловить там ну вот мишка чуть-чуть а кушков дергает один за одним говорит не успевает даже на стайку видать встал а платвичка у них уклейка тут по 1 за одним у него фигарит она подкармливал ты ну шикарный причем лунг то какая некрасивая мы раздавили уже один раз части текан принесу все лови вот такой на живет мишка уже план выполняет перевыполняют шикарный я поехал отмазить воду она поеду по озеру понятно что здесь ровно сейчас скоро на обед и поедем и на Олегу ловить на Рима будем свалы новые пробовать напротив монастыря на монастырь мы обязательно еще съездим выделим отдельный день для этого поснимаем сделаем интересный 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 сюжетик по монастырю это один из трех в России самых доступных монастырей в плане добраться по земле чтобы для него при этом он окружен непроходимыми болотами вот и как бы на него очень круто добраться оставайтесь с нами смотрите приехал к избе Агена сидит чистит рыбку он быстренько сбегал на рыбалку наловил вот такого сега ну ребят в Москве вы такое не купите не попробуйте мы его сейчас будем солить а потом будем есть представляете какая рыбка красивая нежная очень очень нежная хариус отдыхает отдыхает ну вот как бы вот так вот но к сожалению не на наши снасти не на наши снасти ребят наш удел сегодня будет на Лим вот у нас еще тут есть сик сик и лещика 2 лещ здесь бесподобно вкусный я его на волжского леща жрать не могу честно скажу а вот этот а сега я еще не пробовал поэтому ничего не буду говорить так ну а мы пришли на обед сегодня рыбаки нам сдали точку на Анеде где хорошо берет налимы и окунь где есть а Гена нам вот жарит судаков и налимов свеженьких еще хвостиками шевелили это да это вообще конечно бомба пообедаем и поедем добывать мы наловили целый кан живца живцов у нас проблем нету вот и будем добывать короче рыбу вот мы уже половину добыли план перевыполнили короче ну благодаря гене он где то ее находит знает место где она клюет хорошо вот где то ее отжимает да да где ее отжимает вот вот Ирина за стол за стол хлопочет сейчас нам опять всяких разнословов наставят наставят накормят так что мы вообще никуда идти не захотим вот черемша у нас тут капуста какая то там корейская морковка горошек кукурузки короче я не понимаю что я в лесу и это самое где то в глухомане в которой медведи тут ходят вон вон в окне кроме деревьев сугробов у тебя нету вон шерп стоит у него там гнездо вот в общем отдыхаем правда шикарно отдыхаем нам нравится вот Гена засолил рыбку сега и завтра с утречка мы уже не засолил это пока она в сахаре вот тут интересно ее солят сначала на час сахар кладут а потом уже солят на килограмм рыбы столовая ложка сахара как бог даст ну как бог даст но говорят столовая вот и потом соль и все это очень вкусно съедается вот вот тут у нас налимчик это вот судачок пошел ой-ёй-ёй-ёй-ёй пустите меня пустите все пропало я хочу зачепитлеть вот это ты первый ешь ой-ёй-ёй-ёй я вообще согласен первый ешь нет красота-то какая посмотрите как она шкварчит свежак еще хвостиком машет машет хвостиком точно он говорил бомба бомба тем временем Гена продолжал чистить рыбу вот куда столько наловил вообще непонятно друзьям друзьям да вот знаете как хорошо быть другом Гены да-да-да родным шерповцам управим вот так вот да вот когда вот это говорят когда это соленое сначала сахар это песец сначала сахар да это песец ребят вы будете за это драться если будете попробуете мы завтра уже будем пробовать поэтому можете нам обзавидовать просто обзавидоваться конечно когда вы когда вы увидите этот материал мы уже обожремся этого сега вот все мы поехали ловить налимов налим это вообще рыбная манная кашка по консистенции это настолько мягкая рыба приятная вкусная что просто не передать мы сейчас ее объелись у нас он глазки закрывается но мы поедем ловить рыбу дабы не пропадал вечер все тем более мы знаем место мы приехали на онегу на так называемый банан мель в виде банана формы банана вот вот наши поставухи стоят сейчас посмотрим вот у нас налимчик идет пока не понятно какой я знаю одно он вкусный мы их сегодня попробовали я за этого налима могу здесь две недели прожить чтобы его привезти домой это очень вкусная рыба вот хорошенький хорош хорош это уже да вот еще одна поставуха следующая и вроде бы еще что-то там получше такое но тяжеленько идет хорошенько мне кажется такое ну туго так достаточно поднимается аккуратно резко туго поднимается оп 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 х тихо 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 這 ranks она хороша нэр надо чтобы наоборот тогда та к а а а назад перед вот ребята это 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 кайф здравствуй онежский налим онежский налим до черный красивый герасим василий до сделали сделали до 100 лет на либо сейчас мы его взвесим дойдем до него взвесим вам самим интересно сколько он весит блин посмотрите какой он красивый черное брюхо хороших красавчик красавчик на самом деле поставить сапог я тебя всего снимаю смотри это было 3 дали 4 какая то есть еще шанс проспорить бутылку пива у тебя есть видео настроение наше улучшилось капитально пойдем дальше да мы пойдем дальше надо будет потом подойти с экстрактором достать его крючок посадить опять что-нибудь хорошие на хорошую налима как видите они здесь есть богорик очень удобный такой богорик полуавтомат вот так раскрывается одной рукой вот так складывается обычно я его нашу вот здесь сапоги вот так засунут он всегда сам смотрим дальше вот ребят мы взвесили этого налима 4 кило вот у нас это первый такой налим я надеюсь будут еще гораздо больше гораздо больше будут налимчики вот отметочка 4 килограмма вот такой красавчик нам попался мы еще не все проверили а сегодня будем ставить все остальные поставки мне кажется сегодня будет позже гораздо интереснее вот теперь у нас и мишка ловит какую-то рыбу вытаскивать ее в гости идет на лимандер черная родимая бабушка тебя по ним вот еще одного а лим чека сняли хорошим мы приехали в избу и гена с ириной нам говорят садитесь опять кушать будет какая-то тут это самая опасная скатерть самобранка я боюсь лопну а мы сегодня по простому у нас сегодня гречка и лосятина вот все по по народному короче вот сик просто еще солится только вот скоро уже будет готовый под утро под картошечку вот а там даже не поймали налим прикольно но 4 кило хоть какой-то это наш самый большой налим пока хоть как самый приятный вот он был очень красивый вот я вот все палец порезал леской так вот была битва с налимом ладно ребята сейчас мы кушать но посмотреть понюхайте понюхайте вкусно пахнет вот так мне кажется вкусно сейчас я буду кушать дорогие любимые женщины поздравляем с 8 марта желаем вам здоровья счастья чтобы вас любили домочадцы мужья что у вас было все хорошо не болели вы никогда чтобы достаток был у вас семье счастья всяческого долгих лет жизни до правнуков терпения и красоты неувидаемо дабы правнуки к вам подбегали говорили прабабушка как это у меня красиво все с праздником вас